Продолжение следует... 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 Именно здесь у нас испытывать Там у себя в Москве они что делают? Они насосами качают наверх воду в бак Создают напор какой-нибудь там На третий этаж, на пятый И оттуда по трубе его сливают Это что такое? Это не поток Сама идея-то ученого Чокина О строительстве Копчегайского гидроузла Который в то время был призван решать многие проблемы Это проблемы животноводства, сельского хозяйства, рыбоводства Проблемы пресной воды Алмата, столица в то время Фактически миллионный город Требовал своего большого участия И Копчегайская ГЭС Она не только вот эти Она еще позволяла решать вопрос Возрастающего энергоснабжения этого региона И в частности такого мегаполюса как Алматы Это в основном это пиковые нагрузки И станция создавалась для этого Вот за 43 года фактически 43 года будет 22 декабря Со дня пуска первого гидроагрегата Станция выработала более 43 миллиардов киловатт-часов В настоящее время эта станция позволяет Ликвидировать дефицит электроэнергии в алматинской энергосистеме Позволяет работать этой энергосистеме очень устойчиво Очень редко бывает у людей Которые знают, что делать Очень умные Ходят по земле Они знают жизнь И Как бы Никакого элемента Высокомерия Это даже и близко нельзя было Увидеть в его глазах Что касается последующим Когда в 1967 году Наш институт стал генеральным проектировщиком По электрическим сетям Казахстана А институт энергетики, который возглавлял его с Шафик Чокким Он как раз занимался наукой Научным обоснованием развития многих направлений в энергетике Это гидроэнергетика, теплотехника, электрические сети Вот в частности, институт очень много делал работ Касающиеся обоснованию районирования Там, где будут проектироваться электрические сети Нужно было обосновать гололед, ветер, расчетные данные И на этом экономились сотни миллионов рублей Академик Шахбекшок Натандага Казахэнергетико-глумизиртив института Осы институтың Кабырғасында кезінде 700-дей адам ғылымен қызбеткер болды Оның 15 шақты ғылым академиясын академия Казахэнергетико-глумизиртив институты Иерину Солгізде,rekonda Савета окулауанда Вен Савета окулағанда үлумизиртив институты И в последнее время, когда он ушел из института, он стал разваливаться, разваливаться со стола Академия, вот это его больно задевало. И он только об этом говорил, об этом он писал всем. Конечно, ему было больно, что он Академию строил, отстраивал, боролся, но она постепенно стала разваливаться, институты стали плохо. Люди приходили, все время к нему жаловались. Вот так стало плохо, здесь стало плохо. И это касалось особенно его институт энергетики. В последнее время, в последнее время, был института, ауыр жағдайлары. Это был институт банкротства. Он стал 1880-го, и он стал 158-го, он стал 158-го депорт в месяц, он стал 1890-го, он стал 168-го. Продолжение следует... 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 После того, как он был создан изменившим уровнем уровня, он был в большинстве уровня. Это был вторым уровнем уровня. Вторым уровнем уровня, когда я рассказывал, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...